Добрый день! Иероглифы. Берем слово, просто слово. Лук. Что это значит? Это не лук-чеснок, это, например, то, что мы можем с вами прочитать на обложке журнала, посвященного моде. Лук. В значении образ, внешний вид, то, как человек выглядит. He looks great или she looks great означает, что она или он выглядят шикарно. Если мы скажем look at him или look at her, это будет означать уже посмотри на него. То есть, слово look только что у нас было образом, потом стало глаголом со значением выглядит. He looks great. Теперь с добавлением наречной частицы at, ну или, как говорят, предлога at, она получает значение смотреть на что-то. To look at. To look for. Искать что-то. He's looking for me. Он ищет меня. For меняет значение лука на искать. They will look after me. Например, мои дети в моей старости будут за мной присматривать. They will look after me. Look after, присматривать за кем-то. Look up to. Брать с кого-то пример. I'm looking up to my father. Или I'm looking up to my mother. Я беру пример со своих родителей, предположим. То есть, одно значение слова look, вернее, не так, неправильно я сказал. Один иероглиф look может означать, может подразумевать много значений. В зависимости от чего? От того, что за слово стоит после лука. Look at, look for, look after, look up to и так далее. Поскольку, поверьте мне, продолжений у слова look может быть много. К чему мы приходим? К какому выводу? Что учить просто слова английские, или американские, или немецкие, или французские, фактически, оговорка по Фрейду, да? Фактически не нужно. Потому что если мы просто выучим слово look, мы не будем знать, что за слово мы выучили. То ли это значение, то ли то, то ли пятое, то ли десятое. Посему, правило второе, очень простое. Учить надо словосочетание, как минимум, словосочетание. А лучше всего учить сразу и запоминать целые выражения с тем или иным словом. Это я надеюсь понятно. Теперь, что касается самой методики, как учить. Здесь вариантов очень много, конечно. Кто-то, и ваш покорный слуга тоже в свое время, врезали из картона маленькие карточки. С одной стороны писали значение или значение того или иного слова, а само слово скрывалось с тыльной стороны. Или наоборот. И вот ты ходишь или едешь в метро, повторяешь карточки, просматриваешь, учишь слова таким образом. Один вариант. Второй вариант. У кого есть, не знаю, бабушки, дедушки, которым делать нечего, или еще кто-то, можно попросить. Баб, проверь меня. И она, если знает немножко английский язык, проверяет вас по, допустим, списку ваших слов, которые вам нужно учить к следующему уроку. А вы пытаетесь все это дело восстановить. Конечно, это можно. Конечно, это интересно. Конечно, это хорошо. Привлекать посторонних. Но есть способ, который я сам, в общем, для себя, конечно, наверняка многие из вас им тоже пользуются. Но я для себя его уяснил. Он для меня хорошо работал. И я вам сейчас в двух словах про него как раз-таки и расскажу. Что нужно для этого? Лист бумаги или тетрадка. Достаточно листа. Ручка, которая не стирается какая-либо. И простой, легко стираемый карандаш. И ластик, соответственно. Если карандаш ластиком, это самое удобное. Вам нужно запомнить энное количество повторений слов, а выражений. Для, допустим, следующего урока. Или просто вы читаете текст и выписываете те слова, которые вам не знакомы. Вы хотите их потом запомнить и выучить. Что нужно делать? Берем лист бумаги и на нем ручкой нестираемой по-русски пишем те значения слов, которые вы должны выучить. И у нас получается в итоге длинный или не очень длинный список этих самых слов. Например, вы это делаете по учебнику. То есть у вас есть список тех слов, которые вам нужно выучить. Вы их значения, русские подчеркиваю, прописываете столбиком. Закрываете этот учебник, перекуриваете. Лучше, конечно, не курить, но, по крайней мере, маленькую паузу лучше сделать. После этого вы берете тот же самый листок. И против каждого значения русского пишете карандашом, чтобы легко можно было стереть, карандашом, как это было на самом деле написано по-английски. Причем, как вы уже поняли из моего предыдущего объяснения, запоминать нужно полностью все выражение. То есть, например, когда я говорю, как будет по-английски, собираться что-то делать. Часто мне говорят, going to. Не-не-не, секундочку. To be going to. Вот все выражение. Вот его вы должны карандашом записать, если у вас по-русски написано собираться что-то делать. To be going to. Или как будет бояться. Часто говорят, afraid of. Нет. To be afraid of. И обязательно of тоже помнить. Смотреть на кого-то. To look at. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, от сих и до сих. Если это глагол от частицы to до того предлога, или той наречной частицы, которая стоит после самого глагола. Чтобы вы полностью знали именно это выражение. Потому что, еще раз повторяю, спутаться, запутаться в английском языке очень легко. Итак, против каждого записанного ручки нестираемого слова вы пишете на память карандашом то, как это выражение по-английски выглядит. После этого вы открываете ваш список, исходник, то, откуда вы брали, собственно, эту информацию, и проверяете слово за словом. Дальше очень важно. Если вы в написании английском допустили хотя бы одну ошибку, не так букву написали, пропустили какую-то букву, вы этим, не карандашом, разумеется, а ластиком стираете полностью все это выражение. Карандашом записанное по-английски. Полностью. Дальше следующий проверяете, следующий проверяете. И в итоге, все ваши ошибки, которые вы допустили при первом написании, они у вас будут полностью стерты. Те, которые вы правильно написали, там будет все нормально. Написано по-русски ручкой, карандашом прописано как правильно, вы это уже, считайте, запомнили. После этого, когда вы первый раз прошлись по этому списку, вы его откладываете в сторону, и тут занимаетесь любыми другими делами. Минут 15, 20, час, два, сколько хотите. Вы должны забыть о своих ошибках, которые вы допустили. После этого возвращаетесь, и дальше уже записываете, заполняете пустоты только в тех местах, где вы сделали ошибки, где у вас написано по-русски ручкой, и пустое место для карандаша остается. Вот в этих местах, там, где вы совершили ошибку, вы прописываете, опять-таки, карандашом, по-новому, то, как оно должно было быть. Потому что вы же один раз уже проверили, как это было, вы уже, в принципе, помните свою ошибку, значит, в следующий раз, второй раз, вы на эти же грабли наступать, по идее, не должны. После этого вы опять открываете то, откуда вы всю эту информацию брали, и проверяете исправленные ошибки. Если, не дай бог, вы опять ошиблись в том или ином слове, вы тупо опять стираете свою ошибку полностью со всем выражением, опять даете себе отдохнуть некоторое время, и опять исправленные. То есть, в итоге, за один, два, ну, я думаю, что максимум три захода, у вас должен получиться список из русских выражений, написанных ручкой, английских эквивалентов, написанных карандашом, полностью безупречно, все правильно, проверенное с исходником, вы в этом уверены. Этот листок можете сжевать, выбросить, сжечь, можете оставить до вечера, очень хорошо на ночь, перед сном, тихо и спокойно, взять этот листок и еще накануне просмотреть, что где и как. Я уверяю вас, что если вы привыкнете к такой технике, то слова будут запоминаться очень быстро и легко, во-первых, а во-вторых, вы никому не будете своими, скажем так, своими штудиями из ваших родственников и знакомых мешать. То есть, это происходит практически автоматически. Вот все, что я хотел вам пока сегодня рассказать. До следующей встречи.